Добрый день, уважаемые подписчики! Начну не как обычно. Автомобиль у меня уже поднят. Дело в том, что притащили автомобиль, ехал на ходу и заглох. Попытались завести хлопок воздушный цилиндр. Попытались завести хлопок во впускной коллектор и неприятный металлический звук. Поднял автомобиль смотрю, ремень приводной наполовину срезанный. Половина намотана на ролике. Взял, скинул ремешок и смотрю вот такую картину здесь. А для него это может быть печально очень. вот, если видно, намотала часть приводного ремня. Вот он, кусок под шкив коленвала. и быстрее всего перескочили метки ГРМ. А все из-за натяжного ролика. Натяжной ролик стал боком вот так вот и стал скидывать ремень. Только не в эту сторону, а вот так он стал. Он стал скидывать ремень на двигатель. ремень начало резать и вот этот кусок, который его срезало, его намотало. И я полагаю, что он попал под ремень ГРМ. И из-за этого автомобиль заглох, метки перескочили. Ну, это догадки. Сейчас беру, снимаю колесо, снимаю защиту и выставляю метки. Сниму сверху кожух. на головке, который ремень ГРМ закрывает. И выставлю метки, проверю, насколько мое предположение верное. Снял колесо, снимаю вот эту часть подклылка, передняя часть, она отдельно снимается. Головочка на 8 здесь. ремешок. А вот он виновник всему этому. Вот его видно, как он ходит. Выработалась стулка и все. Вставляю, наверное, сразу фиксатор коленвала. Вот здесь вот над приводом сверху есть отверстие под фиксатор коленвала. вот такой вот фиксатор. Кручу коленвал и фиксирую. фиксатор вошел. А теперь опускаю и снимаю крышки с распредвала. шестигранник на четыре. Очень неудобно здесь четвертый болт откручивать. Его, чтобы нормально открутить, надо подушку и кронштейн снять. Все-таки все равно придется снимать. вытащил. Про этот нижний болт говорил. Здесь пять болтов. ну, что, беру фиксатор и проверяю. вот таких два штифта фиксаторов фиксаторов. А тут не два зуба. Тут дофига зубов. Вот он, где он должен должен быть. Вот я его вставил через отверстие. Вот, где он находится. Вот такой разлет. И ремень. ремень ремень начала рвать. Поэтому этот ремень использовать в любом случае уже нельзя. даже даже если нам сейчас повезет и с клапанами у нас полный порядок. Вон, что у нас с ремнем происходит. На ремне видно надрывы. Его не порвало, но его надорвало. И он с угла с торца тоже надорванный. снимаю нижнюю крышку. Ослабляю ролик. Как все печально. Крышку наверно сейчас пока снимать не буду. А что не буду? Мне все равно ее снимать. откручиваю шкив. Головка на 22. Коленвал у меня зафиксированный. И вот такая картина сейчас у нас откроется. Какой кошмар. ремень порвало. откручиваю крышку пластиковую. еду за ремнем. Беру другой ремень. Ставлю его и пробую завести. Очень надеюсь на чудо, что повезет и автомобиль будет работать. Хотя в этом двигателе вроде бы гнет клапана. И если загнуло клапана надо будет снимать головку и ремонтировать ее. открутил я крышку не снимая подушки. . Спасибо. Спасибо. О, ремень понадрывало, здесь надрывало, здесь надрывало, а в двух местах и в третьем его просто рвануло, когда уже намотало. Итак, завтра с утра поеду за ремнем, сегодня уже я его нигде не возьму, пока трёхдомнёшь, заменил этот натяжитель, виновник всего торжества. Поднимаю его вверх, вставляю фиксатор и откручиваю вот этот болт, и вот здесь за роликом ещё один болт, и всё, он двумя этими болтами крепится. Болт здесь на 16 см. Смог подлезть и шестигранник на 4 одел, и вот он, болт у нас освободился. Смог поделываем с фиксатором. Затянута хорошо. Натяжитель снял. Беру новый натяжитель фирмы Citroёn Peugeot 575-161. Вот сам натяжитель, здесь сразу у него стоит фиксатор. Вот как его посмотреть. Потом вставим, закрутим и выдернем его. Натяжитель стоит фирмы Гейтс, номер 9636207480 на корпусе. Что это за номер, не знаю. Семнадцатый год. Ставлю. Все, натяжитель я заменил. Скатался, взял ремень фирмы Гейтс 5528XS. Здесь, хотя в перечислении Peugeot 407 нету, но ремешок именно тот, который нам надо, 153 зуба на 25,4 ширина. Беру, устанавливаю и пробую. Распредвалы подвожу под фиксаторы. Е14. Семнадцать. Семнадцать. Класс. Класс. П astonкой. Так, ну вроде бы поставил. Здесь вот она метка на зубе вверх стоит и вот она метка тоже на зубе вверх стоит. Здесь еще вот где штифт сбоку под болтом тоже метка стоит, что туда штифт вставлять надо. Накидываю ременьшок, ремень наш. Вот где шестигранник у меня стоит на натяжном ролике вот этот болт. Головка на 13, освобождаю его и устанавливаю ремешок через помпу на коленвал. А вот теперь взводим ремень, то есть взводим натяжной ролик. С роликом здесь отдельная свистопляска, когда его устанавливать будете. Так вот, вот это квадратное окно, оно находится на середине заглушки в головке. В принципе, когда ролик установлен правильно, снизу зажим в прорезь, фиксатор то есть в прорезь, то нормально. Теперь можно брать головкой вот этот шестигранник биту, прокворачивать, натягивать ролик и зажимать болт на 13. Вот в окошко я его довел. В окошко я его довел. Вот и все, ролик взведен. Ну а теперь одеваю шкив коленвала, затягиваю его, снимаю штифты и пробую заводить. Все, подтянул. Ну а теперь нам остается вытащить только фиксатор из коленвала, который у нас фиксирует маховик. И вытащить фиксаторы с распредвала. Все, опускаю. Вытаскиваю фиксаторы с распредвала один и второй. Крышки пока не ставлю. Проворачиваю коленвал. А коленвал крутится как велосипед. Компрессию не создает. Поэтому здесь точно прилипли накол-ремонт головки. Но запускаю, все равно проверяю. Крышки. Крышки. Не то что не завелся и троил, он вообще даже заводиться не захотел. Так что, снимаю головку. Сказал хозяину, хозяин, конечно, не обрадовался, подумал-подумал, говорит, но пробег у автомобиля уже 220 с лишним тысяч, поэтому, говорит, может быть, проще контрактный взять и заменить двигатель, чем ремонтировать, потому что по уму здесь, если ремонтировать, удовольствие получается не из дешевых. Сейчас поищет, посмотрит, если закажет двигатель, просто заменим его на другой. Ну, не закажет, тогда уже закажем запчасти и будем запускать этот. На этом все. Всего вам доброго. Пример того, что приводной ремень убивает двигатель.